кто-то спрашивал как поживает джизель наша вот так оба нижая повыши рукой маме все привет чё сальник побежал вас вот такие вот дела заменили маслом все вынул там всегда чисто такие вот била надел вот так вот она наша жизель выглядит все у нас по-старому тут фильтра взяли сейчас масло поменяю перед зимой тут все под настроем колечко не все взяли там под пробку вчера я тут намывали оба вот кто-то писал там про силовые кабеля вот эти медлени ребята вот все тут ходит никаких проблем все сделано генератор кстати тоже порадовал 130 ампер никаких пока нареканий нет по нему по нему нету шкив кто-то спрашивал вот верхний поменяли мы от чего мишка мы его поставили от помпы до или от вентилятора вентилятор ну короче он маленький да там же два их один большой один маленький мы один на вентилятор который сменили 2 оба больших поставить или наоборот маленький о больших ну короче чтобы помпа типа там это быстрее охлаждал как чтобы обороте было ну и вот все так мужики вообще прелесть я вот не устану повторять 402 мотор блин по местности тут вот на таких локальных на таком использовании вообще прелесть красота на дальники конечно можно тоже мы тут катались так да и к то недалеко километров 600 туда обратно ездит нормально по бамперу чего вот кстати бампер на зло всем предсказанием бюджет держит вот краска ничего с ней не происходит пашка покрасил нормально вот единственного здесь цепанули хотя вот он видит жидкий кто если будет брать имейте ввиду вот этот бэнт ли бампер такой и вот здесь вот немного вот так в принципе то вот смотрите красота сколов ничего нету на нем вот про вот эти зазоры пашки не нравилось эти кооперативные пожелтели как это было и предсказуемо в принципе вот ну и что еще то у нас а вот ребята у нас еще проблемка вот но пашка когда дел сказал греб тут возможно где-то пойдет потому что где-то изнутри он там что-то не мог достать сваркой или чем как-то что-то так не понял чего там вот вот проблемка и и еще пошло вот смотрите вот такая тема вот в этом месте только остальное все нормально в этом месте но говорит там просто капот вообще был беда вот он вот почему-то говорит пашка делают так вот вот эти вот но между ними зазоры вот тут сели есть приплюснутый он такой там постоянно ржавчина не могут как вы же гулять сделать но это тоже так-то не проблема можно но хотя он кислотник и мы всем там проходил все равно вылезла так что знаю походит еще сколько потом дунем разочек его еще или возможно новый просто поставим пластиковый не охота он весь блин его там зазоры не подогнать металлический новый купить и нормально сделать покрасить может быть броню потом обклеить его как вариант все а так вот наша шизель зеркала тоже все в порядке вот сзади тоже вот так чего мешая ящик кстати ребята вот эти ящики а тут тоже вы такой взяли на синюю на нашу марсель вот ни хрена нету никакого конденсата ничего здесь почему а вот металлический сейчас я покажу мы его делали в кузне у себя там на next постоянно там грязь пыль сейчас попробую открыть и получится вот эти навес это вообще беда сколько раз уже переваривали вот мы уже тут плюнули не стали потому что потому что думаю закажем другой вот хотя и уплотнительные резинки тут все как бы проклеена и все равно там уже отверстие он сделали снизу там чтобы продувала хотя бы вот такие дела тут с этим ящиком металлическим есть определенные свои моменты неприятным поэтому кто будет выбирать из пластикового либо вот из таких то думаю лучше взять все-таки пластиковый а и так ребята из рубрики говорящая рука строительная тема как я и обещал немножко покажем наш один из объектов вот сейчас вот завершаем отмостку утепленную сделали там экскуртированный пенополистирол цоколь тоже утепляем таким вот образом вот заказчик тут решение заказчика было цокольная фасадная панель вместо камня получается здесь вот плетняк уложили надо будет помыть обработать специальным составом вот ну и вот так вот тут пробно загнули изготовили отлив сейчас вот это все обработается гидрофобной мастикой чтобы туда вода не попадала дополнительно утеплили все собственно сейчас вот занимаемся высчитали тут ступени под плитку под кирова бороться будем делать по кругу тоже вот этот вот весь периметр утеплили ама шкурбек ну вот таким вот образом поставили там регулировочный шарнир этот и будем делать кто он парапет здесь болятинами так вот таким вот образом здесь кабеля щас пробросим на домофон на пивот тоже забор наш уже стоит два года все ровненько проблем вот дядя паша тут планировку делал такую грязную так скажем разровняли все тут вот здесь у нас септик закопанный где-то ребята кому интересно у нас есть полная версия там года два назад мы снимали видос я выкладывал как мы зарываем септик вот здесь антонов старший изготовил нам вот такой поплавочек пам поднялся уже команда на заказ из и у лососа вот здесь вот у нас оттуда идет труба сута и тройник выведен на предполагаемый гараж вот здесь вот так он будет такой гараж и сразу же вывели греющий кабель вот на трубу чтобы она выходила вот вот это вот труба у нас идет на выкачку 13 метров тоже с греющим кабелем потом перспективе если что можно будет гараж завести чем вот такие вот у нас дела тут потом еще может завершающую стадию покажем как это все у нас будет выглядеть сейчас это принципе здесь вот так вот все получилось здесь сейчас уголки зима металлические изготовили потому что наружный не подойдет сюда ну все в принципе так еще вот там сейчас покажу ну да потом вымывается тут а теперь наш дядя гриша павел антонович где вы ходите то опять катакомбах своих поставил он кабину ну надо же резиночки приделал все застеклил блин на тебя шайтан нифига себе это что такое тут резиночка тут резиночка чик требовалось меня вот эти вот резинки их еще придавливать но он я так помню что не прикрутил еще и вот эти поставил и дырит твой за ногу а ключ на базу надо вернуть короче ребята вот так вот у нас все гриша подрос вырос подкрылочки надо еще сделать будет не он там а дядя паша здорово были скажи о чем мы подкрылки то будем потом дело до расширять ты там сейчас будет проблема в чем расскажи в руле проблема будет в руле да почему колес то не поворачивается и закона угла то нету поворот цилиндра я не знаю какой туда поставить то совсем места нету ну ты совсем пашка как в том фильме нарисовал где радужную картина там где не радуга я помалкиваю а там где не радуга я сразу описываю там что такое и вот это еще как-то надо надо мне так пирамидка наверно не возьмет такое железо толщиной чуть и на пирамидку началось 8 и на 2221 ночью это это же в этот внутрь до кабины до который переходить танку можно без него на тройник соединить но это будет нет и заводушиться то есть значит нельзя без него это больно на чужих горит как хочу есть кого-то решение из-за куна стоек мешает получать да пойдем на тракторе покажешь стойки близко стоят вот эта вот штука прикол это сейчас так когда крыло ставили крыло примерял крыло сразу же бьет сюда чуть-чуть только колеса поворачиваются то есть чтобы здесь развернуться тебе целый день надо я понял ну ладно это решить можно выдвинуть там засверлить свое вот как-то выставить вот в чем проблема у меня проблема есть мало места здесь у меня места мало куда-то эти как-то вытащить где-то отсюда если цилиндр тут я не знаю что он тут держит вот это хозяйство слабенько если фронштейн сюда туда направить цилиндр вот так вот надо еще колесо чтобы находило вверх-вниз может раз лечь сюда цилиндр тут место надо сделать как рейку какую-нибудь что ли здесь да что ли поставить какой-то тонкий маленький у меня такие вещи восстановить да легко восстановить а вот зеленого там чего дала подними они уже пожелтели краснодар короче проблема да сейчас появилась у нас с рулевой там много где там шлангов по длины не хватает на то ладно так шланги то это вообще по без проблем сейчас любые вытащить можно это как вытащить не проблема у них есть течение ничего ничего внутреннее сечение вот чего ну и ну и есть вот расстояние от лонжерончик и до лонжерончик и поседания до 8 отверстий на 4 вот таких малых и вот по от этих вот надо выводить здоровенные шланги у суда и трубки вот этого надо подцепить это надо оттуда вернуться сюда к нему от этого надо идти туда туда пройти потом вернуться вот к нему одной трубкой такой мощной трубкой сюда вернуться ну и так еще не сделают думаю что ли тебе такие трубки по моему трубки сделаю только надо шаблоны ну все и фитинги эти запаяют там гидротехники это вот и прорекламировали какие какие-то гайки но у меня здесь вместо но у меня есть место мало так покупая эти транзисторы нет имеется ввиду две гайки мало места здесь ну как закручивать ивангет васильич вы где были мусора повязали дело шьют тогда кофе пить карточки ребята ну все подписывайтесь на наш канал не забывайте группу вконтакте инстаграм ссылки все будут под этим видео в описании все пока до новых встреч до новых встреч пошевели своих чемоданов павлик